Если думать о себе Так приятно дома Мы такие, как вы описали Поэтому вышли мы в дальние дали Без друга ни шага, за друга на бой У сердца отвага Девиз наш такой Здравствуйте, друзья мои Прошу внимания Наша история подошла к исключительно важному моменту Сегодня, обещаю вам Раскроется страшная тайна Сегодня вы узнаете, наконец Кто такой Гудвин Великий и ужасный правитель изумрудного города Итак, в прошлый раз мы расстались с вами в тот миг Когда наши путешественники с тревогой глядели На приближающуюся к ним стаю летучих обезьян И было от чего тревожиться Как вы помните, первая встреча Элли и ее друзей с обезьянами Кончилась для наших искателей приключений весьма печально Но на сей раз все обошлось благополучно Ибо в волшебной книге сказано Летучие обезьяны Должны трижды выполнять Любое желание Владельца Золотой шапки После чего он теряет власть Над летучими обезьянами Но если шапка переходит К другому владельцу Все повторяется снова И так будет вечно Пока существует Волшебная страна Обезьяны Беспрекословно выполнили первое желание Новой владелицы золотой шапки Не прошло и часа, как Элли и ее спутники Совершив воздушные путешествия Оказались у ворот Изумрудного города Совершенно изумленный Хотя и очень обрадованный Страж ворот фарамант Надел всем зеленые очки И проводил компанию Ко дворцу Гудвина Настала пора Исполнения желаний Эй, Дингеор Вы слышите нас? Пожалуйста, наложите великому Гудвину О нашем возвращении Дингеор Дингеор Ты слышишь нас? Фарамант Скажи мне Я во сне или наяву? Это я А рядом со мной Элли И Страшила И Татошка И Железный Дровосек И Трусливый Лев Они вернулись? Как видишь Но этого не может быть Тем не менее Это так Но они собирались В фиолетовую страну Да И мы побывали там И вернулись Назад? Не верю Но вы же нас видите Вижу Если это, конечно, не сон Это не сон? Фарамант Иди К Гудвину Дингеор Не может один и тот же сон Снится сразу Двоим И тебе И мне Хорошо Я иду Фарамант Но уверяю тебя Гудвин Не сможет Поверить В такие чудеса Что это со стариком Какой-то он странный И не мудрено Сказать по правде Я тоже Сначала решил Что вы мне снитесь Дело в том Что из фиолетовой страны Никто и никогда Не возвращался По крайней мере Живым и здоровым И вы Действительно Видели старую бастинду Да Пришлось И она Разрешила вам Покинуть Фиолетовую страну А мы не спрашивали Ее разрешения Как это? Просто не у кого было спросить То есть А бастинда? А бастинда Растаяла Растаяла? Не может быть Как это? Очень просто Пшик И старушки Как не бывало Волшебная страна Чего же вы хотите? Фарамант 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 Я громко Изложил их просьбу У дверей тронного зала Но не получил От великого Гудвина Никакого ответа Ну Дингер Ну Что это значит? Как вы думаете? Не знаю Но если Гудвин Поразился известию О вашем прибытии Так же как я Не удивлюсь Что он мог лишиться Голоса А может он умер Пока мы ходили В Фиолетовую страну? Ну это было просто Нечестно с его стороны Да Тогда не надо было Посылать нас К злой бастинде Которую мы уничтожили По его же просьбе А может быть Ему стало жаль Мозгов И сердца И смелости Ведь это все Ценные вещи Ну как же нам Теперь быть? Или Надевай шапку Скорики-морики Что вы делаете? Вот мы сейчас вызовем Летучих обезьян Летучих обезьян? Какой ужас Да-да-да-да-да И пусть они поговорят С Гудвином Пикапу-трикапу Дингер Да-да Дингер Попробуй Вызвать Гудвина Еще раз Только скажи ему О летучих обезьянах Ты думаешь Фарамант Ну хорошо Хорошо Я попробую По-вашему Он отзовется? Не знаю Во всяком случае Гудвин Имел дело С летучими обезьянами И знает Что это за звери У Гудвина Тоже была золотая шапка? К сожалению Шапка была У Бастинды И когда Гудвин Пошел в поход На фиолетовую страну Бастинда Разбила Наше войско С помощью Летучих обезьян Победа Победа Он отозвался Он примет вас В тронном зале Прошу За мной Желаю удачи До свидания Спасибо Уважаемый парамат Ну вот Друзья мои Мы с вами подошли К самому порогу Страшной тайны Волшебника Гудвина Смотрите Открывается зеленая дверь И наши путешественники Входят в тронный зал Ух ты Все даже глаза Зажмурили от страха Но кроме страшил Разумеется Нарисованные глаза Как известно Не зажмуривается Ах Как они волнуются Как они волнуются А главное Каждый готовится Увидеть того Гудвина С которым уже знаком Элли огромную голову Страшила морскую деву Дровосек носорогого кабана А лев огненный шар Что ж Пора начинать Я Гудвин Великий и ужасный Зачем вы беспокоите меня Ну-ну Открывайте глаза Ребята Смелей Ох Какие же у вас У всех Изумленные рожицы Страшила Кажется навсегда Онемел Еще бы Тронный зал Пуст И на троне Нет никого Ни девы Ни кабана Ни головы Никого Один только голос Я Гудвин Великий и ужасный Зачем Вы беспокоите меня А где вы? Я везде Я могу Принимать Любой образ и становлюсь невидимым, когда захочу. Подойдите к трону, я буду говорить с вами. Великий Гудвин, мы пришли просить вас исполнить ваше обещание. Так, какие обещания? Обещали вернуть меня на родину к папе и маме. А мне вы обещали дать мозги, а мне сердце. А мне смелость. Но разве вы исполнили мой приказ? Разве фиолетовая страна освобождена? Да, бассейн-то больше нет. Так, а доказательства? Доказательства? Я не знаю. Не могла же я собрать с полу растаявшую старуху? А теперь она уже высохла. Мы вернулись? Разве это не доказательства? Вы могли обмануть меня, друзья мои, И вообще не ходить в фиолетовую страну? Мы обмануть вас? Скорики, морики, лорики и ёрики? А шапка? Может быть, нам вызвать обезьян для закидательства? Страшила, не волнуйся. Не надо обезьян, не надо. Не надо никаких закидательств. Я хотел сказать, не надо доказательств. Я вам верю. Всё. Приходите послезавтра. Я подумаю о ваших просьбах. Вот и всё. Великий Гудвин прекращает аудиенцию. И вы знаете, самое главное, что даже если посетители и рассердятся на Гудвина, О, я вижу, они сильно рассердились. Дровосек снял с плеча топор, Лев зарычал, страшил и замахал руками. Ну что ж, друзья мои, Сердитесь, не сердитесь, А с волшебником всё равно ничего поделать нельзя. Ведь чтобы с кем-то что-то сделать, Нужно, чтобы этот кто-то был. А тронная комната пуста. В ней был только голос. А что, по-вашему, можно сделать с голосом? Что делаете? Уберите собаку. Не надо. Не надо. Уберите собаку. Сколько раз спросил не пускать собак в мой дворец. Татошка, ко мне. Это вы? Да, это я. Вы Гудвин? Да, я Джеймс Гудвин. Великий и ужасный. Я понимаю. Я понимаю вас, друзья мои. Вы разочарованы. Но, поверьте, так бывает. И ничто нас так не разочаровывает, как правда. А где же голова? А рыбная дева? А страшный зверь? Всё это бутафория, друзья мои. Всего лишь маски. Буфа-то... Буфа-что? Театр, уважаемый Страшила. И вся моя жизнь здесь, в изумрудном городе. Театр. Вы хотите сказать, что вы не настоящий? Потрясающе! В настоящий момент, любезный дровосек, я более чем настоящий. Но вы правы. Я не настоящий волшебник. Я обыкновенный человек. Вы обыкновенный обманщик, и больше никто. О, да, я вынужден и это признать, любезный Страшила. Но я великий обманщик, и, заметьте, никто в волшебной стране, кроме вас, не знает об этом. И, возможно, никогда не узнал бы, если бы не мой самый большой недостаток. Какой ещё? Я очень боюсь собак, Элли. Вы знаете, с детства боюсь собак. Ах, как я ошибся, впустил вас во дворец с этой собачонкой. Держите собаку, держите собаку. Татошка, перестань. Так, значит, вы обманщик? Да, Элли, ужасный обманщик. А не обманываете ли вы нас опять, раз вы обманщик? Ну да, а на самом деле вы просто не хотите исполнять своих обещаний, а хотите оставить нас без ума, без сердца и без смелости? А нас, Татошка, оставит сиротами бездомными. Друзья мои, друзья мои, если бы я мог вам чем-то помочь. Но ведь смогли же вы стать головой. Я сама видела. А я видел, как вы были хвостливой рыбой. Любезный Страшила, я был хвостатой девой. Неважно, пусть хвостастой. Но я же видел, я видел вас зверем с двенадцатью лапами, а я огненным шаром. И не стыдно вам так дурачить людей? Прежде чем ответить на ваш вопрос, Элли, позвольте, я расскажу вам свою историю. Согласны? Благодарю вас. Итак, друзья мои, Итак, любезные зрители, меня зовут Джеймс Гудвин. Я актёр. Актёр? А что это такое? Я знаю, что это такое. Актёр – это обманщик. Вы правы, уважаемый Страшила. Не знаю, но когда вы сегодня разговаривали голосом этого страшного чудовища, мне показалось, оно опять стало живым, и я подумал, Страшила, что он всё-таки волшебник. И вы правы, уважаемый дровосек. Так кто ж вы всё-таки, волшебник или обманщик? Я актёр. Скорее всего, это значит... Это значит, что я волшебник и обманщик вместе. О-о-о! Зачем природа взвалила на меня это время? Именно на меня! Ха-ха-ха! Здорово! Это вы сказали? Потрясающе! Спасибо, спасибо, друзья мои, спасибо. В молодости я играл роли героев, царей. И, как видите, совсем не дурно, совсем не дурно кое-что ещё помню. Но, увы, занятие это приносило слишком мало денег, не хватало мне даже на хлеб насущный, и тогда я вынужден был стать баллонистом. Баловнистом? А зачем? Баллонистом, Страшила, баллонистом. Я поднимался на баллоне, то есть на воздушном шаре, наполненном лёгким газом. И это я делал для потехи толпы, разъезжая по ярмаркам. И вот, друзья мои, однажды налетел ураган. Верёвка, привязывавшая шар, резко оборвалась. И шар помчался под самыми облаками неизвестно куда. Наверняка, проделки гингемы. Очень может быть, мой милый Татошка. Но тогда я ещё и понятия не имел ни о гингеме, ни о бастинде, ни вообще о волшебной стране, в которой я, в конце концов, очутился. Клянусь вам, друзья мои, я не собирался никого обманывать. Сказать по правде мне в тот момент было совсем не до того. Но когда жители волшебной страны увидели, что я спускаюсь к ним с неба, они совершенно бесповоротно решили, что я самый настоящий волшебник. Они объявили меня правителем волшебной страны и стали ждать, что я избавлю их от злых сестёр-колдуней, от гингемы и бастинды. Почему же вы не сказали им, что вы обыкновенный человек? Да ещё этот, как его, актёр? Наверное, я поступил нехорошо, дитя моё. Но мне кажется, скажи я им всю правду, как она есть, они бы мне не поверили. Почему? Я сейчас объясню. Не забудьте, друзья мои, что в волшебной стране по небу летают только волшебники. И к тому же здесь нет театра. Поэтому здесь никто не знает, что такое актёр. Всё равно врать нехорошо. Очень плохо, дитя моё. Я согласен. Но мне кажется, я не врал. Я не врал. Они сами так решили. А потом... Потом... Разве мы не выяснили сегодня, что настоящий актёр всегда немножко волшебник? Я Гудвин, Великий и Ужасный. Всегда делай то, что я тебе прикажу. Ну что, разве не волшебство чудеса? Ваш театр – это волшебство. Потрясающе. Ну, а я что говорю? Но, друзья, одно главное чудо я всё-таки сделал. Я построил им изумрудный город. Разве он не чудо? А правда, ребята, тут есть что-то по-настоящему чудесное. Ну, ладно, изумруды. Хотя я не знаю, откуда взялось такое их количество. Но я, например, никогда не слыхала, что есть зелёный мрамор. А зелёные плиты под ногами? А зелёные волосы и бороды? А зелёное небо? А белая ленточка, которая сначала зеленеет, а потом белеет. Зеленеет, белеет, зеленеет, белеет. Нет, не притворяйтесь. Вы всё-таки волшебник. Если бы вы знали, как мне не хочется вас разочаровывать. Ведь тайна фокуса создаёт славу фокусника. Весь секрет изумрудного города содержится в зелёных очках. Ах, вот оно что! Я всё поняла. Значит, мрамор домов и мостовых? Белый, дитя моё, белый! А изумруды? Простое стекло, но бутылочное. А лентычка у Татушки? Разумеется, белая. А борода у Тинкиора? Седая. Совершенно седая, несмотря на всю свою длину. Ну вот опять обман. Не стыдно вам? Подожди, Страшила. Может быть, это всё-таки не обман, а фокус? А какая разница? Разница есть. Обман – это когда злой обман. А когда обман добрый и приятный, тогда это не обман, а фокус. Браво! Браво, дитя моё! Лучше, пожалуй, и не скажешь. Ну что ж, если теперь меня кто-нибудь спросит, что такое актёр, я воспользуюсь твоими словами, Элли. Главным достоинством изумрудного города стало то, что он защищал его жителей от злых волшебниц. К сожалению, уничтожить их я не мог, чтобы жители не докучали мне просьбами, которые я всё равно не смог бы исполнить. Ведь я же не волшебник, как вы теперь знаете. Я закрылся на своей половине дворца и никого никогда не допускал увидеть себя таким, каков я и есть на самом деле. Вот таким, как мы вас видим сейчас, настоящим. Да, да. Вы видите неподдельного Джеймса Гудвина, актёра. Но если вы не волшебник, значит... Значит, я не получу от него мозгов? А я любящего и верного сердца? А я навсегда останусь трусливым львом. Мы пропали, Татошка. Только волшебник мог нам помочь. Да. А волшебник-то и не оказалось. И это в волшебной стране. А вы в самом деле уверены, друзья мои, что никто, кроме волшебника, не даст вам ума, смелости и верности? Поразительно. Поразительно. Ну, вот вы, уважаемый Страшилов, вы действительно убеждены, что у вас нет ума? Да нет. Ум-то может и есть. Мозгов не хватает. Голова-то соломой набита. Помилуйте, но ведь именно эта голова придумала, как спастись от соблезубых тигров, как переплыть реку, наконец, как вывести спящего льва с макового поля. Всё может быть и так. Всё-таки без мозгов я буду несчастен. Ну, хорошо, хорошо. А вы хоть знаете, что это такое? Мозги? Понятия не имею. Только все завидуют мозглякам. Ой, то есть мозгунам. Нет, Страшила, я, например, совсем не завидую этим твоим мозгунам. Я не знаю, как можно жить без сердца. Сердце делает многих людей несчастными, мой друг. Возможно, но я не могу знать, как плохо иметь сердце. Зато я очень хорошо знаю, как плохо быть бессердечным. Скажите, а вы думали, зачем вам нужно стать сердечным? Конечно, чтобы всем сердцем любить своих друзей и быть им верным до конца. Ну, что ж, мне кажется, все эти качества у вас есть. Возможно, но сердце, сердца в груди у меня нет. Ну, вот хотя бы такого, как у трусливого льва. Я готов отдать тебе своё сердце, дровосек, если бы ты дал мне немного своей смелости, но, к сожалению, это невозможно. Но вы уверены, многоуважаемый царь зверей, что вам действительно не хватает смелости? Ведь, судя по многим вашим смелым поступкам, у вас у самого храбрости через край. Поступки поступками, а лучше всё-таки знать наверняка, кто ты есть. А вы знаете, кто вы есть? А как же? Трусливый лев. Поразительно. Поразительно. Ну, что ж, друзья мои, я внимательно вас всех выслушал и понял, что смогу помочь вам. В конце концов, когда всю жизнь играешь одну и ту же роль, то подневоле превращаешься в того человека, которого играешь. Я так долго притворялся волшебником, что, кажется, на самом деле стал им. Я думаю, я сумею помочь вам, друзья мои. Сумеете? Обязательно сумеете. А как же с моим возвращением в Канзас? А вот это, дитя моё, для меня самая трудная задача. Но ведь в волшебной книге сказано, что я вернусь домой, если сумею помочь своим друзьям. Вероятно, так и будет, Элли. Волшебным книгам надо верить. Думайте обо мне, что хотите, но на завтра все трое страшила, травосек и трусливый лев получили от меня всё, чего им, по их собственному мнению, недоставало в жизни. В двух случаях пришлось даже прибегнуть к операции. Страшиле пришлось временно снять голову для того, чтобы заменить содержащуюся в ней солому на кулек отрубей, перемешанный с острыми иголками и булавками. Решайте сами, что это было, обман или фокус, но чтобы вы не решили, сам Страшиле был просто счастлив. Не менее доволен был и железный дровосек, хотя ему пришлось разрезать грудь, чтобы поместить туда большое, красивое шёлковое сердце, набитое опилками, о чём дровосек к счастью, не догадывался. А если бы вы знали, в каком восторге был трусливый лев, когда я дал ему выпить целое золотое блюдо смелости? И хоть на самом деле в роли смелости выступил освежающий напиток с примесью валерьянки, лев совершенно преобразился. Он издал горделивый рёв, и глаза его так заблистали, что я подумал, нет ли здесь какого-нибудь волшебства, друзья мои? Сказать по правде, в тот день исполнения желаний я не чувствовал себя обманщиком или фокусником. Ведь всё, о чём просили наши друзья, у них уже было. и мудрость, и смелость, и сердечность. Мне нужно было только одно, чтобы они знали сами, все эти качества у них уже есть. Им надо было, чтобы они поверили в себя. И поскольку я помог им поверить в себя, прошу не судить меня слишком строго. Оставалось ещё одно неисполненное желание, желание маленькой Элли. Но вот эта задача была для меня куда сложней, и хотя не скоро, а я решил и её. И вот однажды Гудвин объявил, что сегодня он отправляет Элли домой. Татошка, ура! Ура! Но при одном условии, если вы возьмёте с собой вашего земляка. Кого угодно. А кто это наш земляк? Джеймс Гудвин, актёр из Канзаса. Вы из Канзаса? Вот это да! Да, да, дитя моё. И хоть ты отличная девчонка сама по себе, твоё канзасское происхождение заставляет меня любить тебя ещё больше. Спасибо. Так вы решили вернуться на родину. Здорово! Сознаюсь тебе, старому актёру надоело играть одну и ту же роль. И я решил ради разнообразия репертуара возвратиться в провинцию домой. В Канзас. В Канзас! В Канзас! В Канзас! Полцарства за Канзас! А как мы туда поедем? Не забудь, дитя моё, что Гудвин был великим балонистом у себя в Канзасе. Мой воздушный шар починен и наполнен водородом. Идём, Элли, простимся с друзьями и в путь. Прощай, мой изумрудный город. Прощай. Я жду вас на главной площади, друзья мои. Торопитесь! Торопитесь! Понял! Понял! Что? Понял, почему я его тогда почуял в тронном зале. Кого ты почуял? Гудвина! У меня открылось чутьё, потому что Гудвин пахнет домом, пахнет Канзасом. украинским и комп Субтитры создавал DimaTorzok